Нет, я буду первая играть. Нет, я Юмичу, я первую очередь занимала. Нет, я хочу играть первая, пожалуйста, ну че ты. Уступи ребенку, я же маленькая. Нет, че ты наглая, мелкая, вечно лезешь вперед всех. Я буду играть первая. Ой, да у тебя встань, играй первая. Эйвен, скажи. Ты на канале Маджик Пэтс. Я Миша Лайк. Привет, а я Софи. Хаю-хай, я Эйвен Гай. А я Покемон Юмичу. Привет. И мы вот уже елочку нарядили, чтобы у вас новогоднее настроение появилось, джингл-беллс. И сегодня мы решили сделать необычное видео. Лет-с-плей. Мы будем играть в разные игры. Да, я вот решила играть в Майнкрафт. Точнее в Грей, не в Майнкрафте. А я в Балди. А я в Бровол Старс. А я буду играть в Роблокс. А киса Алиса... А где киса Алиса? Она же тоже собиралась снимать с нами летсплей. В общем, чей летсплей тебе понравится больше, тот и будет снимать летсплей на канале. Прогласись в вопросе, а я пошла кису Алису позову. А мы пока давайте Маджик Новости снимем. А это типа у нас такая заставка. Привет, новогодние Маджик Новости и Джингл Беллс. Миша, давай переодевайся скорее. Привет, я Санта Мишка. Нет, давай Миш, ты будешь Мишка Клаус. Ладно. Мы решили, что в этот раз новости расскажет Мишка Аниеван. Маджик Новости, Маджик Новости, Маджик Новости. Новость номер один. На нашем общем семейном канале Саня и Маджик Фэмили сегодня вышло нереальное видео. Не забудь про дешево-дорого сказать. Эм, да. Я помню. Мы сняли видео «Богатый питомец против бедного», в котором мы покупали новогодние подарки для питомцев от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Шок. Это типа было дешево-дорого. А киса Алиса там была миллионершей. «Богатые питомцы против бедных», ссылка внизу. Маджик Новости, Маджик Новости, Маджик Новости. Если ты еще не в курсе, у нас появился новый канал Маджик Фэмили Влог, где Аня снимает влоги из нашей обычной жизни. Там тоже новый влог. И розыгрыш новогодних подарков. И на Маджик Фэмили, и на Маджик Фэмили Влог, поэтому обязательно подписывайся. А также у нас есть новый канал Маджик Фэмили Академи, где Аня дает полезные советы о питомцах. И там вышел ролик про то, как приучить щеночках пеленки. Все ссылки внизу. Ну и новые видео на Аниных каналах, потом посмотришь. Маджик Новости, Маджик Новости, Маджик Новости. Ну что, где Киса Алиса? Она сказала, скоро придет. А первый летсплей мой. Я выбрала играть в Роблокс. Аня в Роблокс играла. Вот я и буду играть ее персонажем. Так, мне нужно выбрать роль, ребенок или взрослый. Ладно, я буду взрослой, я буду играть Аниным Персом. Это такая девочка, похожая на белья, лишь котом на плите. Погнали. Ого, вот это мир вокруг, крутяк. Я никогда не играла в Роблокс. Юми, ну давай уже, ты типа вышла из дома, видишь, у тебя там стрелочки. Надо по ним идти, наверное. Она похожа на девочку из Лего. Игра мне нравится больше, она не такая страшная. Куда мне типа надо идти? Я типа иду по стрелкам в стену, вот так прыгать умею. И, ой, я в раю, смотрите. Это не рай, Юмичу, ты попадаешь в другой как бы мир, типа, вот. А ты типа умный, ты типа в Роблокс играл, да? Я, короче, иду по стрелкам. Смотрите, двери открываются, что-то можно собрать. Это конфета, о, крутяк. На, Аки, держи конфету. Ты что, не хочешь мою конфету? А ну на, держи мою конфету скорее давай. Юми, ну вы типа можете поменяться там чем-нибудь. Ну, она тебе предлагает поменяться. Хочу не скидь менять, мне дам никому свою конфету. Я побежала дальше. О, тут дверь открылась, там тоже райский свет зайду туда. Вау, это типа кафе у вас тут, да? О, смотрите, можно лампочку включить. А можно выключить, включить, выключить. Юми, может быть ты будешь играть, а не просто тупить. Как хочу, так и играю. Видите, я хочу с конфетой посидеть за этим столом. Выключить? Ну, Юми, чё, это же скучно. Ладно, ладно, вот вечно вы зануды мешаете мне. Это что такое, это бычок что ли? Бычок, бычок, привет, бычок. Я пошла отсюда, смотрите, я как ниндзя. Вау, я заработала денег. У меня 20 баксов, крутяк. О, пеллины, Юми, может ты пойдешь по стрелкам уже? Видишь, тебе даже уже сама игра навигацию предлагает. Ну так прикольно, Новый год, снежок, новогоднее настроение. Ух ты, ух ты, эй, ты, стой. Стой, смотрите, там кто-то летит на птице. Юми, чё ты, это просто персонаж, иди уже. Может я хотела с ним познакомиться? Ладно, идем по стрелкам, по снежочку. Ля-ля-ля, ого, ого, кажется я на коньках. Ого, офигеть, вы так видите, я катаюсь на коньках и собираю чуваков пряничных. Кручок, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Теперь навигация пропала, теперь мы не знаем куда бежать. Да уж, из-за тебя, Юми, чё плохой, летсплейщик. Занимаешься чем хочешь, вместо того, чтобы выполнять задания, ерунда какая-то. Станьте вы, отменяй, сейчас всё исправится. Во, видите, я присела, типа такая, покакайте, у меня сразу стрелки появились. Опять пропали, ладно, я бегу, 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 бегу. Вот, давайте зайдем в бэйби-шоп. Так тебя никто не отправлял в этот бэйби-шоп, зачем тебе туда? А может я хочу посмотреть, что для детей бывает, смотрите, какие коляски, воздушный сад. Но у меня хватает денег только вот на эту фигню. А знаете, что, я возьму и куплю себе вот эту коляску. Причем розового, magic family цвет. Ля-ля-ля, я с коляской, я с коляской. О, господи, Юми, да у тебя даже ребёнка нет, зачем тебе коляска? А вот именно, ты права, сейчас подарю свою коляску. На, Саше Про какой-то девочке, на, я тебе дарю коляску. Удачи тебе с моей коляской, пока. Да, Саша Про, наверное, офигела, с чего вдруг какая-то непонятная салатовая девочка с котом на плече отдала ей свою коляску. Привет, смотрите, какой чувак, привет, ну давай знакомиться. Супер Саша, 1376, дай-ка мне что-нибудь, давай поменяемся. Сейчас я посмотрю, что у меня есть. А ничего у меня нет, ладно пока. Арина, Арина, давай знакомиться, Арина, давай поменяемся чем-нибудь, а? Никто же, наверное, не хочет меняться ничем, никто не хочет. О, Супер Саша мне что-то хочет подарить. Да уж, Юмичу. О, ты видела, кажется, у тебя есть питомец в виде яйца. А зачем в Роблоксе обмениваются предметами, интересно? Не знаю, но Супер Саша предложила мне корову. Чёрт, она отказалась, не хочет мне отдавать корову за леденец. Ещё бы кто-то хотел отдать корову за леденец. Смотри, кто-то тебе с тобой чем-то снова поменяться хочет. О, Бобра мне хочет дать, а что мне предложить, у меня даже ничего нет. Да уж, Юмичу, ты играешь в игру, у тебя всего 78 долларов и даже нет никаких предметов. Да отстаньте вы вообще от меня, что хочу, то и делай. Это мой Роблокс, моя игра, я хочу допрыгнуть до вот этого банана. Эй, чувак, покатай меня на банане, чувак, давай. О, чувака зовут Пикачу, вы видели? Пикачу, прикольно. Пикачу, покатай меня на банане, а? Ну, Пикачу, ну если тоже покемон, ну давай, ну, я хочу сесть. Юми, там написано, что вы должны быть родственниками. Иначе ты не можешь кататься с ним на банане. Так, ладно, ребята, что-то здесь какая-то тушня намечается. Ту-ру-ту-ту-ту, праздник Новый Год, Новый Год, все на каких-то пчелах летают, все вообще какие-то странные чуваки. Мне с вами весело, ну ладно, мне пора, извините, ребята. Ой, блин, я тоже хочу пчелку себе, чтобы на ней летать. Эй, пчелка, стой, 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 пчелка. Эй, да ну тебя. Да куда ж ты бежишь, Юми, тебе тоже нужно питомца вырастить, вот. А я, может, не хочу никого нарастить, я хочу кататься на вот этой машине, на вот этой тачке. Я села в тачку, давай, есть тачка. Почему она стоит? Ой, тебе кажется, Лексия какая-то присела. Да, походу мы с Лексией так и будем сидеть в этой тачке, никуда она не поедет. Потому что это не ваша тачка. Кажется, ой, кажется, нас выгнали, она исчезла, и санки тоже исчезли, ладно. Побегу по своим делам. А, кажется, я врезалась с дерева. Ой, 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 я куда-то зашла, сама не знаю куда, это что такое. О, смотри, покемон, тебе прислали приглашение на праздник. Ого, классно, я хочу на праздник, я пойду на праздник. И у тебя сразу стрелки появились, давай, беги вперед по ним. Да погоди, тебе интереснее, куда я попала, я походу в школе, прикол. Можно забрать яблоко учителя, а потом сожру его на перемене. Вы только посмотрите на нее, так она в школу ходить не хочет. Он говорит, что, привет, ты добро пошел в школу, я учитель в этой школе. Ой, нет, ну нафиг, не хочу в школу. Пошла я отсюда поскорее, лучше я пойду на вечеринку. Извините, до свидания, пока-пока. Юмичу, да ладно, пусть она хоть что-нибудь выполнит уже. Так, кажется, я нашла дом, где будет вечерина. Привет, ребятки, тусуем. Ой, а что-то никого нет. Что-то какая-то скучная у вас вечеринка, ребятки. О, светящийся пол, ла-ла-ла, бед гай. Юми, тебе заплатить надо. Что, сами на праздник позвали, еще платить надо. Причем лимит 100 долларов, а у тебя всего 78, ты нищий брод. Один доллар только вам заплачу, понятно? Ну, Юми, ты и жадина. Что жадина, у меня денег нет, я бонс, хоть бы подарок дали на свои новогодние вечеринки. Даже подарок взять нельзя. Так, а что тут на кухне, может что есть пожрать? О, томатный соус, это что такое? О, можно пиццу забрать, крутяк. Тебя тут спрашивают, тебе понравилась вечеринка? Фигня ваша вечеринка, ну ладно, поставлю, что понравилось. Из жалости, понятно? Пойду лучше в какой-нибудь другой дом, кому-нибудь в гости зайду. Вот, например, сюда, привет. О, вот это я понимаю, дом кто-то зафигачил себе. Можно тут и посидеть, и полежать. Игрушка единорога, елка норм, вообще крутяк. Я тоже хочу себе такой дом. Юми, может хватит тусоваться в чужом доме, а? Тут даже хозяев нет. Юми, ты что, вор? Юми, выйди скорее, вдруг тебя полиция арестует. Ого, тут слаг радужный висит и, блин, подарки не берутся. Ладно, правда, пойду отсюда, а то вдруг арестуют. А может мне вором заделаться, заходить в чужие дома и что-нибудь там брать? О, а тут уже домик попроще. А ты кто такой? Это, видимо, питомец хозяев. Смотрите, тут пончики лежат, можно их наворовать. Забрать донат? Юми, смотри, питомец Ника хочет в душ. Да ну я, пусть ее хозяйка о ней заботится, я лучше еще пончиков наворую. Пончики, пончики я люблю. Много-много пончиков для покемона. Ворую пончики, только ты смотри, это... Сова, не сдай меня, я пошла. Ого, какая тачка у кого-то, смотрите, в виде собаки. Юми, да остановись ты уже, давай лучше беги по стрелкам, понятно? Они приведут тебя к следующему заданию. Смотрите, я санки нашла, села на них, давайте санки катите меня. Не хотят меня катить, о, дужацкие санки, ладно. А это что за магазин тут у нас? Покемон, Юми, что, стрелка тебя не туда вела, иди отсюда. Нет, я хочу посмотреть, что тут продается, тут всякие велики, байки, я хочу вот эту вот штуку. Но мне на ней опять денег не хватает, что у вас все такое тут дорогое? У меня всего 100 баксов, а у вас все тут, о, самокат за 200 долларов, да ну идите вы. Юмичу, смотри, стрелки показывают тебе на санки Санта-Клауса. И на санки Санта-Клауса, они меня привели в загон для оленей, офигеть, вы видели, там девка с крыльями гигантскими села на оленей и полетела? Я тоже хочу. Ну давай, сделай что-нибудь, выбери оленя. Да я пытаюсь, никакой олень не хочет со мной летать. О, получилось, у меня олень и зовут его Комет, как помет, и помет. Господи, Юмичу, он говорит, что он не может летать долго, ему нужно кушать, поэтому верни его обратно, говорит. О, фигня какая-то, я думала, мы с ним куда-нибудь долетим. У меня у самой всего несколько пончиков в рюкзаке. Смотрите, я могу фэшн-поу сделать, во, фэшн, мы из май профэшн. А еще я могу дэнс, танцевать, дэнс, дэнс, вау, класс, я крутая. Да уж, очень крутая, а ты видела, как Аня назвала своего персонажа, кака-ха-ха-ха, 2000. И вообще, что у меня за имя дурацкое, я сейчас себя напеременую в покемона. Сейчас достану из рюкзака своего питомца супер яйцо, погнали, яйцо за мной. О, что, нифига, правда, у тебя правда есть яйцо, ха-ха, класс, почему мы раньше его не достали, это так прикольно. Яйчка, яйчка, яйчка моя. А, его почему-то зовут начинающееся яйцо, давай его переименуем. Назову его Поки-яйцо. А, почему-то написано только по, у тебя яйцо по имени по. Дорогой мой яйчка, буду носить тебе на руках, чтобы ты не разбился. Эй, Юми, по-моему, твое яйцо по имени по просит попить воды, говорит, жажда у него. Во, как раз пэтшоп, отлично, сейчас зайдем в зоомагазин и купим ему миску. Если у тебя денег хватит. А я-то хитрый покемон, я не буду покупать миску, я его тут попою. На, пей мое яйчко, пей водички, давай. Ничего себе, ты еще и денег за это заработала. Так, хоребу хотите, ну пойдем. Пойдем сюда зайдем. Это что такое у нас тут? Вау, это походу парк развлечений. Смотрите, ребята, тут можно купаться. Так, тя, 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 я, линдзя, я, покемон, залезу на гору, а потом как в море плаваю. А, кайф вообще, как будто просто я на мальдивах. Юми, а где яйцо, куда ты яйцо потеряла? Да что ты паникуешь, батя, вон он у меня в портфеле, давай, по, купайся тоже. Юми, зачем ты искупала свое яйцо, теперь ему надо помыться. Так, ладно, по, хватит болтаться без дела, погнали. Добро пожаловать, мое дорогое, в плохие яйцо, в мой скромный домишко. У меня, в отличие от остальных, дом какой-то нефибродский. Ладно, давай, иди сюда, иди, иди мойся уже, давай. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, помою свое яичко. Я еще и денег заработала на том, чтобы помыла яйцо. Юмич, молодец, наконец-то ты начала выполнять задание, а теперь иди покатай его на коньках. Ой, ну какой мне привередливый питомец, все ему что-то подавай, то кормит, то умой, то на коньках катай, не хочу иметь детей. Так, яйцо, пойдем, давай, скорее, иди сюда, смотри, раз, и погнали кататься на коньках. Молодец, мой яичный малыш, у тебя неплохо получается. Еще немного, Юмичу, и ты пройдешь этот уровень, и скорее всего из яйца вылупится какой-нибудь питомец, ура. Что так долго-то, что так долго тебя надо катать, а, Поп, почему ты такой, а, сколько можно уже кататься, у меня уже ноги болят, надоел. И вообще ты не катаешься, а ползаешь по этому льду. Вон, ты выполнила часть заданий, и теперь твое яйцо должно в кого-то превратиться. Да вы что, там уже написано, ньюборд, это значит новорожденный. У меня, походу, киса Алиса родилась, смотрите. Ого, класс. Прикольно, и правда, кажется, у тебя вместо яйца теперь котеночек. Иди сюда, киса, киса мой котеночек, и правда, смотрите, он же правда на кису Алису похож. Только жалко, теперь у меня нет друга покидится, зато теперь у меня кот. Киса Алиса, это я, все, Юмичу, хватит, ты и так уже долго играешь. Теперь моя очередь, я хочу играть в как достать соседа. Да, очень похож на кису Алису, она любит всех доставать. Особенно своих соседей, тех, кто живет рядом с ней. Ой, да ну вас погнали. А как же лайки новогодние? А, точно, молодец, покемонушка вспомнила. Ставь нам обязательно новогодний лайк, если любишь игры и летсплей, как мы, вот там внизу. Или в комментариях пишите, и летсплей тебе понравился больше, тем более комментарии вот тут появляются. Так, дай проверю, вроде лайк поставил. Ладненько, молодец. И на наш канал подписывайся. А вдруг у нас получится собрать 2 миллиона к Новому году? Будем надеяться. Ага, на чудо. Ладно, начинаем играть в как достать соседа. Вот теперь точно погнали. И чё это тут происходит? Ну, всё равно, ребята, посмотрят ролик, выберут, какие игры мы будем играть и кто будет летсплеить постоянно на канале. Да тихо ты, Юмичу, я всё прослушала из-за тебя. Короче, типа мой этот страшный сосед кого-то запер за дверью. И чё мне надо сделать? Как-то его отлупить или порабораться в его дом, я не знаю. Ага, короче, когда я подхожу к его дому, он начинает на меня бежать и я проиграю, поэтому надо подальше убраться отсюда. Так, слушай, киса Алиса, вроде тихо, может быть надо попробовать порабраться внутрь дома? Подойди, вон смотри, дверь открыта. Ааа, кажется он опять вык... Ааа, вот и всё, я проиграла из-за вас. Так, и заново. Короче, к соседу пораближаться явно нельзя. Может надо в него чем-нибудь кинуть, отлупить его? А может быть надо было послушать для начала в чём суть игры? Да ну нафиг зачем, давайте возьмём вот эту мусорную карту. И кинем ему прямо на крыльцо. Киса Алиса, но у каждой игры есть какая-то суть, и может быть надо что-то сделать, а? А не просто мусорить на крыльце соседа. Игра называется, как достать соседа. Ааа, он опять меня поймал своей коробкой. А если игра называется, как достать соседа, значит его надо просто достать. Сейчас я возьму и кину ему коробку с мусором на крыльцо. Эй, сосед, выходи, дурак. Так, выходи, а сейчас я её возьму и включу ему его, эту, с газона косилку. Пусть она его скосит весь газон криво и косо. Ха-ха-ха. Да, ушки, Салиса, фантазия у тебя настоящая кота монстрская. Мне всё-таки кажется, что нам нужно... Ааа, чё это было, я бы что-то ударилась и меня подкинула. Ааа, чё, я типа умерла? Ну ладно, я начну заново. Сейчас на мой мусор на крыльце он не реагирует. Попробую взять вот это мусорное ведро и выманить его тем, что я кину ему ещё одно мусорное ведро на крыльце. Да, вон он бежит, дурак, сам себе стекло разбил, вот же идиот, да? Кис, Алис, а ты... Ааа, кажется, я ударилась сама в мусорку. Вон он, обратно пошёл. А ты уверена, может быть, нужно не просто его мучить, а как-то пробраться в дом и посмотреть, кто за той дверью? Да, может быть, надо его сначала выманить, а потом зайти, я не знаю. Отстаньте от меня, я взяла мусорный мешок, я мешочник с мусором. Ааа, так, ой, кажется, я заляпила себе глаза. Сейчас кину в него мусорным мешком. Да, Кис, Алис, молодец, прям в очко, прям в точку. Так, по-моему, ему пофиг. Может быть, Эйвен, Софи правый, вы зря просто так его мучаете, нужно понять суть игры? Да, отстаньте вы взрослые, вечно вы занудничаете. Вон он, дурак, этот вышел зарядку делать, сейчас я где-нибудь себе подберу мусорный бак, потому что мусорного мешка было мало ему. Он его не отрубил, а вот это вот ведро железное точно вырубит его. Сейчас, эй, ты, слышь, сосед, дурак, иди сюда, куда ты пошёл, давай. Ай, эй, слыхал, иди сюда, смотри, что у меня для тебя есть, на-на. Крутяк. Да что крутого-то с ним ничего не происходит. Все надоело, дурацкая игра, ничего не понимаю, потому что надо было правила изучать. Все, Кис, Алис, давай, моя очередь. Да ну вас соседа не дали домучать. Эй, Эйвен, девочкам надо уступать, сейчас моя очередь, и я буду играть в Майнкрафт Грэнни. Класс. А, 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 я не люблю страшные игры, я боюсь всё время. Самый крутой летсплейщик Софи приступает к делу. Выбери самый лёгкий уровень. Да, выбрала, я её мечу. Так, а где это мы? Мы оказались в Майнкрафтовской комнате. Надо куда-то пойти. Это что такое? Это типа кровать, под неё можно спрятаться? Ага, понятно. Это, видимо, для того, чтобы прятаться от Грэнни. Окей, ладно, давайте позырим. Нам типа что-то надо найти. О, появляется рука, в сундуке ничего нету. Так, стол. Как его обойти? Софи, аккуратней, тут Майнкрафтовская Грэнни придёт, тебя замочит. Да я знаю, Юми, что без тебя. Так, это что? О, я нажала на что-то и закрылась. А, я закрылась в этой дуракской комнате. Как отсюда выйти? Просто нажми на дверь ещё раз. А, понятно. А, это для того, чтобы прятаться от Грэнни. Я поняла. Отлично. Так, ладно, давайте попробуем отсюда выйти как-нибудь из этой комнаты. Нам же что-то нужно найти. Так. О, тут много разных дверей. Давайте попробуем пойти в эту. Здесь тоже есть такая комнатка с дверью, чтобы в неё прятаться. Во, смотрите, у меня уже получается отлично. Так, сейчас выйду обратно. Ага. Давай искать, что нам надо собрать. Да, Зафи, хватит просто так гулять. Ребята, не мешайте, это её игра, она играет. Вот именно, что вы вечно лезете? Я проверяю. А, кажется, это Грэнни. Надо срочно зайти в эту дверь. Фу, я спряталась в комнате. Офигеть, какая она страшная, смотри. Она мне тут ничего не сделает. А, Грэнни. Облом. Так, давайте попробуем выйти теперь из этой... А, она возвращается? О, а давайте поугараем. Бабка. Хе-хе, не поймаешь. Бабка. Хе-хе, не поймаешь. Э, блин, видимо, она ушла уже. Пойди проверь, вдруг она ещё там. Нет, бабки тут нигде нет, заходим в комнату, тут ещё одна кровать. А почему на кровати трава? Это не трава, Юмичу, это типа одеяло зелёное. Короче, в комнате в этой ничего нет, но зато есть несколько выходов. Давайте попробуем пойти вот сюда. Вау. Надеюсь, Грэнни нас не догонит. А это что такое? Кажись, это лестница в подвал. Точняк. Сейчас спустимся в подвал и сами найдём бабку. Бабка, ты где? Где ты прячешься? А, ну-ка, иди сюда. Софи, не зови её, ты чё? Софи, ты чё, не видишь, нужно искать предметы. Ребят, ну не мешайте ей, это же так страшно играть в такую игру. Да ладно, ничего не страшно, сейчас спустимся в подвал, ла-ла-ла. Ой, кажется, я врезалась в стену, надеюсь, мне не будет сотрясения. Так, о, вот наконец-то какие-то ящички. Ого, тут есть ключ, смотрите. Супер, теперь этим ключом надо что-то открыть. Давайте проверим другие ящики, в них ничего нет. Но видите, у нас в красном обведён первый квадратик. Значит, нам надо в первую очередь найти не ключ. Ого, там опять страшный подвал. Не паникуй, Мишка. Ой, как-как-как-как-как сюда спуститься? Слишком узко для меня, для моей толстой попки. Так, ну-ка, отлично, я спустилась. Так, о-о-о, а это прям дырка для Алисы и Алисы, только она такое пролезет. Но мы же в Майнкрафт Грэйне в игре, так что, так, эти ящики походу не открываются. А ну-ка, а если ключом? О, смотри, ключ стал обведённым теперь, а не первый квадратик. Ну, потому что я его в руках, Юмичу, держу вообще-то. Надо срочно искать то, что откроет этот ключ. Это какой-то сундук должен быть, или дверь, или комната, или что? Ого, смотрите, тут какой-то узкий-узкий проходик. А это что такое? Это типа окно? Офигеть, это чья-то красная рука, жуткая, тут кто-то был до нас. Спокойно, Миш, не паникуй, давай, Софи, давай, ищи чем открытие, что открытие, тем ключом. Да вы что, не видите, я ищу, я хожу, брожу, тут ищу. О, рука появилась опять, а, блин, тут тоже ничего нет. Посмотрите, сколько предметов нужно найти, целых восемь стук, а у нас пока только сиреневый ключ. В ящиках пусто. Аккуратнее, вдруг Грэйне где-то здесь. Да ладно, Миш, ты чё? О, лесенка какая-то, так, сейчас поднимемся, и чё, мы снова оказались там, откуда мы ушли, странно. Ладно, так, аккуратнее. А, Грэйне, чёрт, я проиграла. Да ну её, Эйвен как настоящий ботан решил играть в Балди. Сама ты ботан, Софи. Вот давай, раз ты самый такой умный, давай, поизучай правила и пойми, что тут надо делать. Ну, а кто мог выбрать играть игру про школу, а? Давай, Эйвен, я болею за тебя, ты молодец. Эйвен, если честно, я никогда в Балди не играл, и я не понимаю, что надо делать, но я знаю одно. Если что-то сделаешь не так, он тебя палкой отлупит, этот злой учитель Балди. А пока вроде он дружелюбно настроен. Смотри, а там в углу написано, что у тебя ноль из семи тетрадей, может быть тебе нужно найти какие-нибудь тетради? Эйвен, здрасте, извините, можно, да, сейчас я мимо него пройду, типа я такой не причёл. Может надо заходить в двери? Точняк, 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 двери открываются, давай! Это класс, в котором есть парты, ничего, пока тут взять невозможно. Эээ, оказывается не такая уже простая игра. А, во, я кажется заметил тетрадь. О, Эйвен, утопай, ты можешь быстрее ходить, а? О, тетрадка розового цвета, моего любимого. Чё, серьёзно, надо решить задачу уравнением? Пипец. Три плюс пять равно восемь. Восемь плюс три, одиннадцать. Шесть плюс четыре, десять. О, вот это занудятина. О, Эйвен, ты такой молодец, смотри, у тебя уже есть одна тетрадь из семи. Значит, нужно искать тетрадки, решать задачки и собрать все семь. Да, очень классная, интересная игра. Так, а здесь, по-моему, больше тетради нет, надо отправиться в другой класс. Да, уж, очень классная и интересная игра, Эйвен. Главное, будь аккуратней, чтобы Балти тебя не побил палками. Кажись, ты монету только что нашёл. Но монета пока ничего не дала, зайдём в этот класс, вот. Тут я тоже вижу тетрадку, только теперь она моего цвета синего. Хотя мой любимый цвет голубой. Так, чё, серьёзно, опять задачки по математике? Девять плюс семь, шестнадцать. Пять плюс девять, четырнадцать. А это чё за уравнение такое? Вот и отгадай теперь. Может, это какой-то баг? Я таких задачек никогда не видел. Может, если невозможно решить, надо ноль поставить? Смотри, у тебя теперь две тетрадки. Значит, правильный ответ был, типа, да? Эйвен, ты просто гений. Да, я знаю. Так, пойдёмте дальше. О, о, чё это было? Походу, ответ был неправильный. И Балти тебя палкой отлупил. Ну, так неинтересно. Не расстраивайся, Эйвен, в следующий раз у тебя обязательно получится. А я недавно смотрела летсплей по Brawl Stars и решила поиграть в него. Да ну, это скучная игра. Я вообще такую игру не знаю. Да, я чё-то тоже такое слышала. Сначала я попробую пройти обучение. Вот мне нужно собирать кристаллы. Шелли в правом углу экрана мне подсказывает. А я вот эта вот девочка с фиолетовыми волосами. Может, ты и есть, Шелли? И чё, вся игра заключается в том, что нужно собирать кристаллы? Нет, смотрите, тут ещё есть войнушка. Нужно зажать, потянуть и стрелять в этих чуваков. О, я стрелялки не очень люблю, но игра красивая, мне нравится. Ну ладно, ты типа всех замочила, и теперь что? А, теперь они по меня учат стрелять по-другому. Вот так. Да ну сколько, котища какая-то, Роблокс кручит сто раз. Не, классно, смотри, появляется главный чувак, и его можно убить одним выстрелом. Ну ладно, ладно, мы типа прошли обучение, да? Давай уже сыграй, Миш. Захват кристаллов, для победы нужно собрать десять. А, вы ещё командами идти повоюете? То есть есть ты, у тебя два другана, и вы воюете против трёх других друганов. А можно я ни в кого не буду стрелять, а буду про... А, видели, я наступила на стрелку и полетела. А буду просто ходить себе спокойненько собирать кристаллы. Нет, Миш, ты чё, тебе нужно стрелять в них тоже, иначе они тебя убьют. Давай, а то у тебя жизнь закончится. Они в тебя тоже чем-то пуляют, смотри, эти монстры. Какая-то странная игра, ты просто стреляешь в кого попало, и собираешь кристаллы, вот и всё. Настоящая мочилова! Да, я же говорю, Балди намного интереснее. Ну или когда стать соседой, когда ты не знаешь, как в неё играть, да? Нет, самая крутая игра была Роблокс. Чего-то тут вообще непонятно, что происходит, какое-то месиво. Я вижу, как я уворачиваюсь от пули, так неторопливо хожу, гуляю, кристаллы собираю, иногда в кого-то стреляю. Надеюсь, наша команда победит. Если честно, вообще тут непонятно, кто и как побеждает, но тебя сейчас только что бомбочкой отнесло куда-то. Ты аккуратнее, вот иду в середине, в дыру не упади, хе-хе-хе. Да, Миша точно прирождённый боец, ходит такая, что-то в кого-то стреляет, вообще странная игра. Написано, не потеряй свои кристаллы, и какой-то отсчёт пошёл, что сейчас должно произойти? Я думаю, сейчас должен произойти конец тура. 5, 4, 3, 2, 1, и бой окончен, и ваша команда победила, вы молодцы. Что это было вообще? Я по серединке, какаха, хе-хе-хе. Ну что, чей летсплей понравился тебе больше? Кто будет снимать рубрику летсплеев на нашем канале? Голосуй в нашем опросе сверху. Ставь новогодний лайк, чтобы все твои желания сбывались. Пиши комментарии и иди смотри новые видео на всех остальных наших каналах. Потому что они все очень крутые. И на канал подписывайся. С наступающим Новым Годом. Джингл Бафф, Джингл Бафф. С наступающим Новым Годом.